всех приветствую друзья на связь данки сейчас мы сыграем в тестирование на живое так как у нас нету никаких реплеев бои не хранятся в истории если вы сыграете в тестировании поэтому придется играть на живую ну что поделать так может даже поинтереснее будет остается 10 секунд подвор случайный то есть не могут кинуть любого игрока понимает даже из другой лиги играем с кирмиш на новой карте идет разделение ролей один играет через флот другой через наземку попробовал много разных тактик то есть мне она уже больше 10 боев сыграно я сейчас будем со стороны моря то я вам покажу неплохую тактику кстати напарник у нас хорошие боковеля реактивщик план чтоб я был у моря да я море все отлично сейчас я вам попробую показать как я играю собираем максимум ресурсов на но не максимум оставим что-то напарнику и надо обязательно обязательно выйти наверно в развертку так а я экстренные меры не включил может еще не выйти забыл буст прожать или не поражался но так выбираем контейнеры электростанция ставлю заранее казарму в том что завод достроим окно в принципе здесь я остановлюсь дальше меня не надо идти так но обзора хватает в принципе все все остальное пусть подбирает мой напарник тогда ему ресурсы даже важнее чем мне так нас остается время вроде на развертку центр снабжения конечно не поставлю но хотя бы так так надеюсь успеем уж и даже не успею вся две секунды должен на успел так центр снабжения еще надо дам и еще один центр снабжения в принципе вертого развертку не надо было стать часа сделал ошибку на самом деле толку от верфи в развертку есть тут как бы надо на самом деле центр снабжения было поставить ресурсы я же не буду собирать на этой карте их банально нету то есть вы играете здесь от ресурсов которые собираете по земле на море ничего нету хотя на самом деле в аллигатор нам тоже надо достаточно быстро выйти так давайте переключимся на голос снабжения в общем смотрите это тестирование здесь надо играть выявлять баги писать их группу вконтакте там после боя каждого будет вас ссылочка куда все все ваши пожелания отправлять вот и рано или поздно этот скермишь он перекочует в основную версию так на третий уровень штаба сделать давайте назад не успел боевой порядок построить поэтому играйте в тест комментируйте если находите какие-то баги они будут вознаграждаться вознаграждаться они будут сколько там давали кому 300 голды кому жетоны я честно говоря не знаю в предыдущих этапах я не смог поиграть поэтому награды никакой не получил так вроде все здесь я собираю стеночку броненосцы вперед потому что там циклона будут появляться они будут уничтожать мою пехоту гантометчиков стрелков не охота не охота их терять на самом деле поэтому их отвожу обычно назад особенно гантометчиков циклонных очень любят жрать и когда короче молд пойдут на сближение вот сюда они будут атакованы в самый последний момент гантометчиком то есть толк от них все же будет давайте еще снабжение включу надо строить вторую верфь поставил и вот у нас есть один аллигатор его сходу можно использовать так ты будешь подбирать на подбираешь нам хотел мне оставить контейнер он понял что убрать не собираюсь тебе важнее потому что ему надо выйти в ехам блин он строит кречетов это неправильно него над делал просто или хам или даже пехоты рашить потому что я сейчас где-то к 6 минуте начну отвлекать бота на себя вот короче смотрите здесь по морю нету ресурсов поэтому в развертку сюда выходить не имеет большого значения только с не будьте на время играть мне кажется так что она будет неплохо работать на время суть заключается в том что здесь база ботом он через одну вверх будет производить викингов посидонов и по идее давить меня по морю ну и попутно вот так уютного напарника я здесь специально занял оборону как видите закрыл подход к своей базе напарник тут сейчас построит может быть снайперские вышки будет с этой стороны обороняться и развиваться так что мне тут что тут надо вверх апнуть вот короче один играть через вот другой через наземку про одном почему-то авиацию пошел зачем авиацию делать я честно говоря не знаю вот я сейчас буду атаковать противника на красном морском ударе так стоять смысла галдить нету можно так достать вот здесь короче вдоль всего берега если знаете карту блин там ранг моего моего ранга бот наверно поэтому ракетка нас это раньше не доставало нет производить технику чем я дирка тут это очень долго очень долго ок все надеюсь он будет делать технику то эта тенденция я дирка я дирка все делать мне не очень сильно нравится самом деле так давайте поближе надо вверх уничтожить вот короче знаете с этой стороны нет торпедных установок поэтому можно уничтожить противнику неплохо так армию стоять я заговорился него хватает дофига почему хватает дальность стрельбы на только аллигаторного подгонять вот все нормально вверх уничтожаете она всего лишь одна и дальше вот уже сделать ничего не сможет давайте наверно электростанцию поставлю здесь у меня броненосцы все живы можно кают отвести чуть назад смысла утерять не вижу отдавать на мясо мне кого прям таки не требуется в больших количествах сейчас уничтожается верфь и бот не сможет делать аллигаторов для меня это огромный плюс зачем скажите мне его аллигаторы викинги не будет моих аллигаторов уничтожить придется делать новых аллигаторов а я сейчас просто в кречит и выйду и будете намного проще так давайте обстреливайте себе армию видите армия она не достает до аллигаторов это почему считаю что буст на морской удар он очень имбовый он дает дальность к стрельбе и вот именно против бота но это ломает его систему всю сумму едет на юнит который по нему стреляет но достать до него не может а вот аллигаторы просто расстреливать спокойно противником так что он делал 4 штаба но достаточно поздняя атака будет у него на самом деле да и я тоже не особо не тороплюсь сейчас просто бой до этого играл 15 назад нами я там прям неплохо снес ботом с напарником напарник играл через пехоту нет я он играл через технику вот и получилось реально неплохо ну потихонечку потихонечку армия которая есть на базе она сливается с этой стороны тоже все атаки отбиваются без потерь если там что-то молот и подъедут то гранатометчики подключиться которые будут их выбивать в целом все в порядке сейчас будем делать тогда расстановку кораблей пинг небольшой нормально надо аллигаторов делать больше больше 8 штук так давайте вперед стоп сразу все на месте стоит сейчас соберем 8 аллигатор может даже 7 сделаю и один отсюда отведу и мы пойдем рашить ботом аллигатор пробивать он засветил всю базу вот как она кстати выглядит хоть какой-то толк был от этого к речи там так морской удар надо включить бусты если что есть возвращаются то есть вы играете тратите бусты но не награды за игруют в конце не будет также не снимают зеленый кредит кредит за участие в бою ну и бусты которого все вы расходуете они в итоге возвращается после боя то есть все как в тренировке на самом деле сейчас примеру не могу докупить золотой буст потому что эта тренировка хотя золотый кредит у меня для этого есть до маленькая база у бота огроменные на самом деле давайте подближе подплыву аллигаторами что вот перестал агриться он там час армии накопит это будет не очень хорошо так сколько 5 аллигаторов еще один есть сегодня не скажу ну сейчас короче после атаки сразу же перехожу на галде в кречит а он должен на земкой уже по идее начинает будет давить но на земкой давить можно пойди даже сходу потому что я сейчас большое количество ими уничтожил ботом то есть не надо теперь париться убивать это все делал на земкой но напарник он выбрал чуть-чуть неправильную тактику так давайте отведу один корабль сюда у нет 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 стой 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 где торпеды получил не заметил вовремя сожалению эту торпедную установку ладно надеюсь там все же бот нормального ранга давайте начнем пока с этой стороны атаковать наверное да так ты на стопе у нас ты сюда вот и один еще корабли их хватит вверх я думаю можно уже уничтожить они нам не нужны чтобы не строить электростанции смысл нам строить электростанции у нас есть наземка без потерь но пушками застроился и гхм только начинает делать хотя база по сути то пустая так вот еще корабль она тут есть блин а это даже многовато сделал кораблей ну ладно в общем смотрите сейчас я сделаю отрядик так зажимая кнопка отряда у нас формируется отряд ну и второй включая морской удар да еще дам так ну нормально сражаете здесь ну и в принципе все больше ничего делал здесь не надо аллигатор они сами уничтожить все торпедной установки но можно конечно подконтролировать немного они лишнего ничего не ломали не отвлекались на юнитов надо быстро быстро уничтожить и торпедной установки пока работа нас буст на морской удар то что у меня их немного на самом деле ракетку уничтожить отлично здесь не может я с правым отрядом поспешил ну ладно в принципе нам любом случае придется избавляться от всех аллигаторов постепенно потому что кого надо освобождать и производить кречетов аллигатор они тут все что могли сделать они уже по сути сделали сейчас они базу немного до ломают противнику и всем так но я думаю два корабля я ставлю вот здесь вот пока что один вот здесь вот вот эти два вперед отправлю пусть ломает бункера и взламывают базу противника так все отлично произвожу кречет а тогда даже не на гол стройке приходится это делать предыдущий бой я сыграл был 14 минут он там с напарником прям реально неплохо сыграли 1 марк напарник у нас к сожалению хотел в ядерку выйти поэтому потерял кучу ресурсов не туда неправильно расходовал у него центр снабжения тут не знаю сколько стрекоз производит ну кстати стрекоза можно использовать он залетит под повод стрекоза я в этот момент увижу это и кречет отправлю и в итоге мои кречет они даже урона не получит штаб уничтожается нормально кречет и производится еще один заказать можно ну и потихонечку тогда двигаю армию вот сюда наземную свою так казарма что жена удавить по волну что же нам потом было проще 23 секунды еще работает так ты давай ломай штаб отвечала машин ты ломаешься подрядом лично так уничтожили до заказ так бункеров здесь нет все в принципе вот я по этой стороне снизу могу зайти бить всю нижнюю базу штаб уничтожен в принципе включу еще один морской ударом в принципе один остался и начинаем штурмовать по земле сейчас нас произведется чуть побольше кречетов будем еще выбивать пво противнику наверно так много-много армии он все еще он только выехал а там на самом деле армия сверху она приличная я щас здесь разложусь конечно кречет и придется на подключать сейчас кречет и здесь сейчас аллигаторы примут все это дело от аллигаторы также снизу могут помогать так на этап сделал чтобы не там загреть на юнитов аллигатор давай помогай так назад 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 крепость уничтожим тяно и так сольется такой-то дострой двор чтобы он новую ничего не построил мы переходим на красную атаку так что жаю строй двор шатин удар надо сделать кречетами так там по ложкам с казарма добью так вот давай полуколечка туда потом на этот строй двор залетели под пушкин и вообще отдал команду не отдал команду просто пинг пинг был небольшой ну и давайте зевс казарма попробую добить казарму добили ну и все кречет у нас сели к сожалению ну ладно у нас есть аллигаторы я их передвину новых закажу кречетов надо двигаться вот надо сейчас просто назад отъехать аллигаторы отработают и циклонов и зевсов промой напарник должен добить верхнюю часть базы это достаточно долгий результат потому что говорю мы играли за 14 минут мы уже базу уничтожили мы сейчас по сути только начали сделать завод зевсов надо забрать так кречетов и заказал аэродром не построил косяк продолжаем атаковать тогда атакуем по вам аллигаторы всем не попадая по кнопке зевсов уничтожили причем быстро достаточно так у меня есть чем на вроде есть чем уничтожать склона так кричит и разлетелись я так давайте уничтожим туда boost можно включить на атаку где мои кричит они прямо разлетелись так разлетелись и печальная ситуация а то у нас дикобразов я не делал же чтобы выбивать противнику дикобразом вертик поэтому надо их сразу же выбивать хорошим даже завод циклонов просто выбить сходу это не третьего уровня возможно может производить торов в 2 на 2 мы не успели сыграть к сожалению долго 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 играем но в принципе нормально так еще по одному кричиту заказать я в принципе не знаю куда тратить ресурсы складываешь один ягуар и потихонечку-тихонечку любилам вас на самом деле ресурсов хватает чтобы еще до гранатометчиков апнуться и давить до заказом или хотя бы один завод ягуаров на ягуар очень долго кричит получше будет сейчас просто надо грамотно ими сыграть а то я совсем плохо и не сыграл сейчас они меня разлетелись все в разные стороны и сделать и ничего не смог я думаю сколько нам что топливом все они заправлены знаете атакуем на таки авиации на будем атаковать электростанцию потом еще одну электростанцию как атак прошлись по электростанции о давайте штаб заберу ну не получится прямо с первого раза он нам сам добьет но вместо в любом случае туда лететь увидели сейчас до отдал команду на электро а он после уничтожил они потеряли цели и поэтому полетели куда надо напарник добивает на правую часть базы я верхнюю левую броненосцы остались до сих пор они кстати и неплохо справляются с уничтожением циклонов даже дикобразно наделось там еще много зданий уничтожаю строй двор кричит и улетают у меня еще два есть в принципе моя часть база уничтожена у нее остается только один бункер ну вот какой-то такой скирмиш барракуды здесь не нужны даже если вы сделать толку не будет потому что база огромная часть расположена все же вне досягаемости их скирмиш на самом деле интересные вот нравится мне вот эта задумка то что разделение ролей идет то что один играет через наземку другой через флот то есть давно хотелось вот такого скирмиша на карте как карта называется забыл какой-то не такое название еще было ну пустынная карта с морем там тоже можно было играть через легаторы даже было время тактика на время но все же ядерка она лучше вот на этой карте как вы видите здание расположен далеко друг от друга и поэтому чисто супер оружием здесь уничтожить все будет достаточно сложно по времени придется на на подольше играть ну и здесь нам сейчас предлагают после сыгранного боя оставить свой отзыв что вы думаете об этом скирмише какие ошибки нашли если нашли ну и может какие пожелания можете написать ну и следующий скирмиш вот это тестирование будет через одиннадцать минут вот такие вот дела благодарю за просмотр подписывайтесь на канал и желаю всем удачи